В католический сочельник я зашел, невзирая на пост, в русско-бухарский гастроном на 108 улице в Квинтии. «Вы бы побольше хороших новостей рассказывали», – заметила стоявшая на кассе знакомая продавщица, пробивая мне серый хлеб. «Да взять-то откуда?» – развел я руками. Но ее пожелание запало мне в голову. Голова была довольно пуста, поэтому я заглянул в прессу и наткнулся в понедельничный Вашингтон-Пост на заголовок «21 хорошая вещь, которая случилась в 2021 году». Сразу стало ясно, что на вкус и цвет товарищей нет. Хорошие вещи главной столичной газеты Америки включали, например, приход к власти Джо Байдена. Знаменующий, пишет она, «Как мы продолжаем надеяться наступление эры исцеления, восстановление глобального руководства и добротного старомодного управления страной». Продолжайте, продолжайте надеяться. Одновременно я пробежал по опросам и увидел, что положительный рейтинг Байдена у независимых избирателей составляет жалкие 29%. Быстрота его падения побила все рекорды нового времени. Хорошая вещь под номером четвертым включала возвращение США в Паижское соглашение по климату и президентский указ Байдена, приказывающий к 2050 году довести до нуля парниковый выхлоп страны. Я начал сомневаться, что Вашингтон-Пост считает хорошими те же новости, которые хотела услышать от меня знакомая продавщица. Но чем богаты, тем и рады. Чем дальше углублялся я в список новостей, радовавших нашу столичную газету, тем более ничтожным он мне казался. Под номером шесть идет более многообразный белый дом. В переводе это означает, что Байден нанял рекордное число надсменов, а также взял первую в истории вице-президентку Камалу Харрис, которая к тому же наполовину черная и наполовину индианка, то есть позволила ему поставить сразу три галочки. Ее рейтинг, кстати, тоже рекордный – 28%. Под номером седьмым идет провал переворота, то есть январских беспорядков, цель которых ни ясна, ни мне, ни большинство их участников, но они явно не собирались ничего переворачивать, раз явились без оружия. Номер восемь называется «Несколько смелых республиканцев». Речь о всего двух из них, которые не побрезгивали войти в комиссию Конгресса, расследующие обстоятельства указанного переворота, то есть дергающие на допросы широкий круг республиканцев. Вашингтон-Пост считает измену двух с чем-то сотен республиканцев одной из главных хороших новостей года. Не густо. Номера десятого удостоилась то, что в 2021 году с работы уволилось рекордное число американцев. Это может показаться плохой новостью, продолжает газета, но может это не так. Трудящиеся воспользовались тем обстоятельством, что число вакантных рабочих мест превышало число людей, ищущих работу. Это позволило им, наконец, требовать повышения зарплаты и улучшения условий труда. И зарплата в этом году существенно повысилась, особенно у самых низкооплачиваемых категорий трудящихся. Газета и упоминает, что бушующая сейчас у нас инфляция съедает прибавку к зарплате и в лучшем случае сводит ее повышение на нет. Но кто считает? Этот пункт выглядит особенно жалким. В Вашингтон-Пост работают не одни идиоты, и вздорность указанных рассуждений должна быть очевидна многим из них. Ну а Гитпропа свои законы. Я продолжу завтра. Владимир Козловский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова